Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея 6.33 и вопрос, который нас интересует, что такое Царствие Божие, которое мы должны искать, и что означают слова, что все остальное нам приложится. И мы читаем Евангелие от Матфея 6.33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что такое это все, что приложится нам? Надо понять, что на пути в Царствие Небесное ничто не должно нас отвлекать. Поставленная перед нами главная цель, она должна доминировать в нашей жизни. Но при всем при этом у нас есть семьи, у нас есть обязательства перед пожилыми родственниками, у нас есть необходимость в конце концов заботиться и о себе самих, о собственном пропитании, о собственном здоровье. А на это все нужны средства. Где их достать? Давайте представим такую ситуацию. Я как-то уже рассказывал этот пример. Предположим, человек служит в армии. Разве ему надо думать о питании, об одежде, о месте ночлега, о здоровье? Конечно, нет. Почему? Армия решает за него, чтобы у него была одежда, чтобы у него там портянки были, сапоги, там, гуталин, чтобы чистить эти сапоги, чтобы у него была бы кровать, чтобы у него было там трехразовое питание. Не дай бог какая-то травма, чтобы срочно ему оказали бы медицинскую помощь. Но это происходит в том случае, когда человек служит в армии, например, в армии царской, в армии своей страны, он подданный державы. А что происходит, если этот человек стал дезертиром? Убежал со службы? Должен его государь заботиться о нем? Должна ли его армия думать о его трехразовом питании, о его здоровье и так далее? Нет. Так и в духовной, религиозной жизни. Если ты занимаешься своим делом, Господь тебе пошлет необходимое. Как мы здесь с вами и прочитали, ищите же прежде Царство Божие и правды его, и это все, то есть остальное необходимое, жизненно необходимое, приложится вам. Неизбежно приложится. Но если человек занимается не своим делом, а, например, он решил, что он там, я не знаю, великий богослов, там, великий проповедник, там, великий звонарь, великий чтец, там, великий певец. И нету чувства смирения, потому что сказано в Библии, что тот, кто готовится к службе божественной, он должен готовиться к искушениям, которые неизбежно начнутся, как только он будет что-то совершать во славу Божию. И меня очень смущают слухи дурные, которые распространяются по поводу священников, когда говорят, вот этот священник сделал это, этот священник сделал это. И я всегда задаюсь вопросом, а за что дьявол с такой ярости набросился на этого священника? Что дьявол не захотел простить этому священнику? Почему эта брань была такой тяжелой, жесткой, что священник просто сломался, не устоял? Апостолат мирян — это чаще воспитание детей в духе религии, наших отцов, дедов, прадедов. Апостолат мирян — это сопроводительные какие-то службы, связанные с богослужением. Человек может просто приходить в храм как электрик и раз в месяц осматривать провода, если у него есть соответствующее знание. Я помню, что когда я служил в Сибири, в городе Куйбышев, в Новосибирской области, то там каждый человек считал, что если что-то происходит важное в его жизни, он должен как-то приобщить к этому и церковь. Например, человек резал свинью, барана или что-то еще. Он обязательно отделял что-то и приносил в церковь. И это было в порядке вещей. И, например, был случай, когда человек пришел и сказал, что он вообще малоимущий, у него проблемы такие-то, такие-то, такие-то. Я подумал, что он пришел просить подаяния. Я уже приготовился, что сказать ему и какую сумму я могу ему пожертвовать. Я так уже калькулятор включил в своей голове. А он вдруг говорит, у меня ничего нету, можно я буду приходить, я знаю, что по понедельникам у вас моют полы в храме, и я буду помогать. Это очень важно, когда каждый находит свое служение перед Богом и по мере сил осуществляет его. Но главная эта цель — обрести Царствие Небежное. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. А где искать? В своем сердце, в своей душе. Как Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. То есть ни на небе, ни на земле, ни под землей, ни в воде, внутрь нас. Это значит, встреча с Богом происходит в сердце каждого из нас. И когда апостолы говорили, что они должны проповедовать до края земли, а мы знаем, что земля-то, она, в общем-то, имеет форму шара, имелось в виду, что дойти и достучаться до каждого сердца, как в Апокалипсисе Христос говорит, «Се, стою у двери и стучу». Обрести Царствие Божие внутри себя, то есть примириться с Богом в своем сердце, начать вести новую жизнь, это очень важно. Это важнее всего. И когда мы действуем в этом направлении, Бог берет на себя все другие наши проблемы, как мы и прочитали, что все остальное нам приложится. Спаси Господь. Берегите себя.